здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 173 выпуск на канале шах и мат понедельник 28 декабря 2020 года совсем мало остается до нового года с нами магазин футболок rockstore точка ру rock точка ру великолепное качество по промокоду шах и мат одним словом скидка на футболке 20 процентов до конца декабря месяца ну и сегодня 28 декабря на улице новорязанской 29 музей современного искусства пройдет презентация к видного сборника поэзии возврату не подлежит будет как сказать как красивую девушку можно назвать поэтессу идейная мать да нет наверно просто значит девушка которая стала соорганизатором от этого поэтического союза стефания данилова обещался быть вадик степанцов умка но и я что-то почитаю 19.00 новорязанская 29 выгляжу я наверное не очень ну а как встал значит без 15 5 чтобы посмотреть хоккей в исполнении молодежной сборной россии по хоккею она разочаровала 0 2 от чехов и могу сказать судя по игре со шведами нам будет очень и очень тяжело потому как чехов на мой взгляд мы в классе превосходим но что-то у нас просто пошло не так и чешский автобус сработал автобус это вот защитная линия такая а вот со шведами будет тяжело там ребятки ох какие непростые но мы верим в нашу команду мы верим в профессора профессор это прозвище игорь ларионова главного тренера нашей сборной но и от хоккея не отходим белоруссия пролетает мимо чемпионата мира по хоккею к сожалению то есть рене фазель он оказался барыгой но такой барыгой подконтрольный рене фазель это глава и хф международной федерации хоккея он пообещал лично а значит сообщить на александру григорьевич лукашенко что не будет чемпионата значит не будет обидно на самом деле обидно потому как белоруссия какие очень и очень любят а я напомню что две страны принимать должны были принять чемпионат это латвия и белоруссия и вот теперь ищут альтернативное место могу сказать честно многие страны от этого чемпионата мира по хоккею отнекиваются потому что заработков никаких а головная боль серьезная но вот сейчас якобы значит чехи словаки претендует и латвия но латвия не сможет провести единоличный чемпионат почему потому что там всего одна ледовая арена которая вмещает 10000 зрителей это невозможно поэтому мы будем ждать будем ждать будем как говорят латащи будем посмотреть что там будет дальше так как какое решение будет принять ну и раз уж белоруссию вспомнили вот смотрите какое значит видео я нашел на одном из телеграф канал из телеграм-канал оказывается оказывается вот у нас ямы ямы галунов там ямы там сафронов да ямых еще кто-то да а у них посмотрите кто у них я батька я батька батька я батька я батька я батька кого я батька я знаю что вспомнил на чемпионат то есть олимпийские игры вернее чемпионат мира шведы значит играют с белорусами и значит белорусский игрок копоть он бросает из средней зоны а томми сало вратарь шведской сборной после вот этого броска его карьера закончилась он решает отбить на это называется маской и вот он так поднимает плечо значит маску шайба бьется суда на плечо и в ворота копоть фамилия игрока и белорусы выбили шведов из дальнейшей борьбы что было трагедии для шведской сборной появился анекдот копоть при напоминаем напоминаю фамилия игра и ебать копать воскликнул тренер сборной швеции когда третья шайба летела ворота томи сало так что вот так я батька значит ну что идем дальше соболя соболя сукобля сукобля ничего другого в голову не идет когда я вот вспоминаю про любу соболь любу соболь отпустили она помню что она ворвалась квартиру не знакомых людей чтобы узнать живет ли там константин кудрявцев который общался с навальным по поводу отравления комитетчик кудрявцев она значит собралась сняла все на мобильный телефон ее приняли и должны вот были избрать меру пресечения я вчера еще утром предполагал что мера пресечения будет следующий гуляй люба и люба пошла гулять и поэтому я вот честно вам скажу я не понимаю вот эти игры в которые играет власть такие шутейные да с оппозиции но могу сказать одно если будет продолжаться так и дальше то ничем хорошим это не закончится вот это либеральное заигрывание с псевдо либеральными элементами так вот вчера программе изолента который идет трофим татаренков петр лидов мы с анатолием кузичем присутствовали мне задали вопрос а как бы ты миша поступил с любой соболь какую бы меру пресечения какое наказание бы ты избрал и я прекрасно понимаю что ее отпустят я шутейно так сказал я бы подарил люби флайер в какой-нибудь ночной клуб мужской чтобы она утром вышла оттуда цветущий сказочный любящий этот мир и так далее и тому подобное да чтоб не занималась она хуйней и что вы думаете тут же появился человек который ну вот видите лицо этого человека лицо этого человека зовут его человек александр фильм что же написал александр фильм а написал он следующее в своем фейсбуке я вам зачитаю до такого случая в истории рунета еще не было каковы именно чтобы в одном стриме собралось столько мудаков юморит подзалупный пересмешник саша фельдман саша блять когда вы смотрелись на себя в зеркало ну просто посмотрите таким задротом даже говорящие обезьяны и жалости не даст я уже не говорю о женщинах но дальше он любовь соболь давите их тегами и давите это стручконосная плесень то есть стручконосная плесень в скобках привет госпоже бароновой только бесчестит высокое звание джентльмена и гражданина а мы вам несомненно поможем сердечки хуечки смайлики саша если вы считаете что стручконосная плесень стручок я это хуй по их то вы значит если вы считаете это смешным то вы просто долбоёб понимаете если вы себя считаете джентльменом и гражданином то опять мимо понимаете саша вам нужно как-то почитать больше фильмов посмотреть хороших самообразоваться но если у вас кумирах такие вот мадам как любовь соболь мне вас жалко или вы рассчитываете что она вам даст может быть может быть если вы очень постарайтесь но блять я вот смотрю на я понимаю что говорят вот по внешности проходиться нельзя но нас разве можно подзалутный пересмешник называть мудаками иди саша соболь нахуй вот вот так вот только так так что там у нас дальше в кремле назвали резанувшую резанувшую не у тоже как-то резанула блять этот фельдман да оскорбил моих товарищей по изоленте так в кремле назвали резанувшую сердце путина ошибку зеленского назвал это песков это наверно сильно резанул не только слухное сердце не только путина но и огромное количество наших ветеранов что же резанула зеленский в 2020 году январе обвинил ссср в развязывании второй мировой войны наравне с фашистской германией и вот якобы этот момент повлиял на отношение владимира путина к зеленскому ну а что вот хотели от человека скажем так оборотистого но мало умного по поводу талантов я вам молчу вы когда говорите вот мне что зеленский хороший актер ну все-таки включите американское кино итальянское посмотрите наше советское да ну какой он актер ночи но бесшу он плохой актером плохой президент он человек как человеком оказался нехорошим поэтому вот якобы вот эта фраза именно изменила отношение владимира путина к зеленскому но знаете тут вот еще из прилетела из украины значит новость бывший губернатор луганской закарпатской области генерал геннадий москаль заявил что украина может потерять 6 областей то есть он считает что проект новороссии еще не закончил и видит что в россию уходит харьковская днепропетровская одесская запорожская николаевская херсонская области честно скажу я в это не верю по одной простой причине во первых вот это вот затяжное присоединение донбасса произойдет она кстати или нет это еще вопрос большой она этот проект новороссия как бы чересчур сильно притормозила это первое второе вот вы представьте одесская харьковская днепропетровская запорожская николаевская херсонская я думаю что там не так много людей которые хотели бы чтобы вот эти области вошли в состав российской федерации безусловно они там есть их есть но больше тех кто этого абсолютно не хочет да и во многом в этом миноваты мы потому что нам нужно было быть намного активнее на украинском направлении но если это произойдет мы безусловно этому наверное будем рады хотя как вот это все прокормить разрушенное я честно говоря даже не представляю себе так что там у нас еще ну вот вот еще один товарищ умник премьер-министр армении пашинян самый главный вопрос об обеспечение безопасности да он говорит в результате действий пресечена война в сунике не только сегодня но и в целом так как сейчас мы размещены так что в случае посягательства против сюника сюник это область в армении вмещаются не только вооруженные силы армении но и россии это сделано только для этого айдаль бою кто тебе сказали что вмещает тебе гарантии давали кто-то после того как ты вот себя повел как идиотина никто вот тебе гарантию ждать не может я вообще конечно смотрю на вот этого прыща блять этого пашиняна который на парад не приехал 9 мая до который сейчас пытается оправдать поражение в рабахи какими-то непонятными делами я вот знаете вот я вспоминаю багромяна нельсона степаняна великих маршалов полководцев армянских и было очень много и вот думали ли они что главнокомандующим в армении станет вот такой баран натуральный баран по другому его не назовешь так ну что там он еще ох вот это новость вот эта новость ну в принципе ожидаемая глава воз гибрейсус он сказал что это не последняя пандемия не последняя пандемия я объясню почему взять 50 новых миллиардеров за год на коронавирусе 50 новоиспеченных миллиардеров вы представляете как возбудилась сейчас вся фарма на начинаем значит соревнования вакцин зашел разговор о введении к видных паспортов но это вообще бред полнейший уже работодатели даже говорят вот наличие к видного паспорта обеспечит вам преимущество перед другими соискателями алё господа а говорят же что антитела исчезают так какие же к видные паспорта или вы хотите дать возможность заработать абсолютно всем так не бывает кто-то останется в накладе а потом что за дискриминация вообще вот мне интересно допустим летний сезон о котором мы уже забыли люди едут на курорты едут одинокие женщины и мужчины чтобы приятно провести время с другими одинокими женщинами и мужчинами курортные романы у них паспорта спрашивать вы понимаете какие не к видны триперные герпесные или герпесные тоже паспорта спрашивают но или дискриминация только вот по к видному признаку это полнейший я вам скажу идиотизм я не знаю куда эта ситуация дальше заведет вот честное слово но в европе действительно жесткие локдауны в республиках прибалтики вообще творится полный пиздец и вряд ли они отойдут вот от этого удара латвия и литва точно вряд ли эстонцы отскочит скорее всего а гибресис говорит о том что вас ждут новые пандемии вы не расслабляйтесь мы сейчас вас поимеем на короне а потом сразу начнем новую игру какой-то полный пиздец ну что у нас там ну а вот это хорошая новость посмотреть тогда посмотрите какие девчонки у нас в эстонии ага куда вы думали да значит тартуски на стриптизе клуб да вот он нашел выход из ситуации надо значит у нас же все закрыто нам не в рекламе клуба сафир написано что после двадцати двух часов есть возможность продолжить вечеринку а в четырех автобусах на это вот там в нескольких лимузинах клуба ну а что вот был трамвай зеленый да вы же читали наверняка это произведение теперь будет автобус зеленый правда не не понятно какие автобусы но оперативный дежурный ли у нас кей префектур пцет стриптизка клуб находится в ли у нас кин на префектуре департамента полиции и погран охраны мэллис сарепу сарепу чтобы вы знали блять у нас в эстонии вот чем мне нравится наш язык фамилии певучестью фамилии сары по 2 и 2 у а хули вы сутрите и я вам были на 2 надо было чтобы 6 было глаз так вот он сказал что там такие заграничения вот в этих борделях блять на колесах как и везде да но ему тут же возразили говорит а если блять я с женой машине вот вдвоем сижу что мне нельзя никак просто я вам хочу сказать такую вещь то в эстонии латвии там в кости ходить нельзя там на уже блять виноклями сидят старый пидарский и петероси и смотрят кто пришел а пришел да справлять на руссель мне за это отстегнут а страв 2000 евро 10 процентов я получу как вы думали да у нас только так все живут ну вот такая хуня муни да происходит в эстонии курады райск и хусь вами но не с ним ну что подписывайтесь на кота костяна на саваничи подписывайтесь хороший канал про историю на самом деле я посмотрю на изолент на изоленту подписывайтесь обязательно ну и пармену госпаряну мышь просто шутили а многие из вас восприняли это как знаете вот но ну такая хохма была ах ты блять свой днях ты розарий сабитов и так далее там подойдет ну ладно у кого что юмора нет дэйва не появится спасибо за внимание до встречи